Добрый вечер всем. Мы сегодня поговорим о обычаях Пурима, предпуримья. Начнем с самой ранней так называемого обычая. Я серьезно говорю об обычае, правда он произведен в каком-то смысле в закон, но это не закон. То, что называется давать сдаку в память о махацита шекеля, память о полшекеля. И это как бы такой вот обычай у народа Израиля сложился. Дело в том, что во время храма, когда был храм, когда был мешкан, то был заповедь давать половину шекеля на храм. Там мужчины все давали заповедь, которая приснялась на мужчин. Они должны были сдать полшекеля на храм. Дело в том, что заповедь обычно шла к первому миссану, обычно в Адаре, собирали полшекеля для того, чтобы начать новый круг жертвоприношений с нового приношения полшекеля. Дело в том, что в наше время есть обычаи. Обычаи, которые дают сдаку. Снова, это закон сдаки, это не половина шекеля. Мне задавали несколько раз вопрос, когда можно давать половину шекеля. Нужно четко говорить, мы не даем половину шекеля. И не дай бог это определить день как хамахацита половину шекеля. Это проблемы будут большие. Это обычаи дзаки, память о того половине шекеля. И его дают, начиная с новомесяча Адара. Потому что в Адаре давали это для общественных жертвоприношений эти деньги. Самое лучшее вообще время для давания вот этой вот суммы – это в минху в пост Эстер. Почему в минху в пост Эстер? Так, кстати, пишет Мишнабура. Почему? Потому что, чтобы этот сдака присоединился к посту, как часть искупления за грехи. Ну что, после чего делается? Для того, чтобы искупить грехи и так далее. Но дают, начиная с месяца Адара, понятно, что когда есть два Адара, то во втором Адаре. В основном месяце второго Адара. И до, в принципе, нужно успеть дать до того, когда начнут читать Мигелу. То есть, в принципе, до наступления вечера Пурима нужно дать. Самое лучшее время, как я сказал, минха в пост Эстер. В этом году это среда. Выпадает. Можно уже, в принципе, сначала дать. Теперь, сколько дают? Сколько денег дают? Дело в том, что один из обычаев, которые приводят Рома, это давать половину той монеты, которая принята в том государстве, где евреи живут. Есть обычаи, которые приводят Рома, что, так было, кстати, в Европе, что дают три монеты, которые являются половиной ценности той монеты, то есть того номинального монеты, которая существует в той самой стране. Поэтому в Израиле, обратите внимание, в Израиле нет 50 огородов. 50 огородов – это как бы есть шекель, и 50 огородов – это половина шекеля. А именно есть хатси-шекель, именно половина шекеля. И так это написано. Это именно для того, чтобы вот такие вот три монеты, по идее, половина шекеля. Дается это, по мнению шекеля. Теперь, есть другой обычай, который говорит, что мы даем… Кстати, откуда мы берем вот эти вот три монеты? Это напротив трех повторений в главе шкалин, где написано, то есть сразу трума сказано. То есть сразу повторять слово трума в главе шкалин, кстати, глава кетиса, я и кетиса, и оттуда мы учим, что как бы три монеты. Теперь. Правда, есть другой обычай, который говорит, что нужно давать стоимость этого половины шекеля, который был настоящий. Дело в том, что когда мы говорим о половине шекеля настоящей, речь идет о мере серебра, который приблизительно около 10 наших грамм. Например, 10 грамм серебра. 10 грамм серебра сегодня, например, чистого серебра, то есть 925 пробы, то есть это то серебро. Сегодня серебро почти ничего не стоит. По этой причине 10 грамм серебра приблизительно вместе с НДС, в Израилевском случае, за границей, выходит около 28 шекелей. То есть это и есть половина шекелей. Кстати, это обычаи у сефарда. Обычно сефарды обычно дают по стоимости в серебряном эквалилиенте, сколько серебро это стоит. И в нашем варианте, получается, в этом году, то 28 шекелей приблизительно. У Ашкиназов проще, 3 монеты по пол шекеля и так далее. Понятно, что всегда можно дать больше. То есть это тздока, это обычаи милости. То есть милосердие от тздоки. И в принципе этого достаточно, то есть необязательно. То есть можно делать то, что по минимуму я сказал, а можно дать и больше. Можно 200, 300, 400, 500 шекелей дать и так далее. Всегда хорошо и правильно. Теперь. На кого распространяется эта обычаи? Есть мнение, которое говорит, что этот обычай относится только к мужчинам. Как заповедь половины шекеля относилась только к мужчинам. Старше 20 лет. Только мужчины старше 20 лет делают половину шекеля. То есть делают, то дают вот этот знаку в память о половине шекеля. Почему? Потому что изначально заповедь половины шекеля, как мы сказали, относилась именно к мужчинам старше 20 лет, и больше никому. Так написал Рома. То есть что это обычай. То сфот Йонтов приводит, что есть другая обычай. Что все мужчины старше бармитсвы, то есть 113 лет, так и да, делают этот обычай. Алия Раба, например, Мишнабура приводит, что лучше всего делать, давать это и за маленьких пацанов тоже. То есть да, в принципе, есть такое тоже обычай. А еще приводит Кафахайм обычай, кстати, сефарский, что дают и за женщин, и женщины дают, и дают даже за тех, кто находится в утробе матери. То есть они еще даже не родились. И каждый идет своим обычаем. Самое распространенное обычай ашкеназов – это или только мужчины старше 20 лет дают, или все мужского пола, от рожденных и до конца. Женщины не дают. То есть это как бы не женские обычаи. У сефардов больше принято, что женщины дают. Теперь, можно, как я сказал, можно давать денег больше, чем обычно. Дать задаков всегда хорошо. Теперь, есть очень интересный момент, нужно знать. Нельзя давать память о половине шекеля из денег маасаров. То есть маасаров. Нельзя. Причем вообще есть правило. Нельзя выполнять заповеди, как подарки бедным, которые человек обязывает. Как половина шекеля и так далее, и всякие обеты свои, используя деньги маасаров. Это правило. Меня спрашивают миллион раз. А может, я сделаю вот этот маасаров из маасаров? Нет, нельзя. Маасар считается мамон аним. То есть маасар, который ты отделил, это имущество бедных. Он не твое имущество. Обязанность выполнять заповедь твоим имуществом. Должен обязанность выполнять заповеди через свое имущество, а не чужое. Поэтому нужно исполнять заповеди. Теперь то же самое с махацитом шекелями. Но есть вопрос, говорится, когда человек шел по устрожающему обычаю. То есть он давал махацита шекель, то есть вот этот закуп памяти половины шекеля за всех и вся и все в своей семье. И он объединил, то есть у него есть проблемы экономические. То он может вернуться на базовые обычаи, базовую галаху, что нужно давать именно половину той монеты, которая ходит в том государстве, половина шекеля в Израиле. И все. То есть это он должен дать из своих денег, а все остальное, то, что он делал обычаи, то есть давать больше, он может сделать из массы. Но это в том случае только если у человека действительно проблемы большие с деньгами уступили. Но изначально мы не исполняем заповеди из массы. Причем мы говорим, то есть если у них денег нет, то он дает деньги только за мужчин старше 20 лет. И вот это вот по минимуму, не более того. Окей, это то, что принято с Моасэром. Кстати, некоторые говорят, что самое лучшее из-за того, что вообще эти деньги должны были идти на жертвоприношение, эти деньги должны были идти на храм и так далее, то лучше всего давать это на то, что у Всевышнего есть сегодня вместо храма. А то, что сегодня у Всевышнего вместо храма называется То есть нет у Всевышнего в этом мире, но четыре локтя, то есть аллахи. По этой причине принято давать Махацита Шекель. Есть некоторые аллогические авторитеты, которые приводят. Не на всякую закутывальность, на разным бедным и так далее, а именно использовать, конечно, тоже можно использовать именно на, скажем так, жертвоприношение на Ишивы, на Колили, на изучающих Тору и так далее, потому что это то, что сегодня вместо храма держат мир, и там обитает Всевышний, то есть в наше время. То есть в синагоге и так далее. То есть это с точки зрения обычая половина Шекеля. Есть у нас еще пост Эстер. Пост Эстер – это один из самых легких постов. Он память именно о том посте, который постилась Эстер. Но он, скажем так, Эстер постилась, кстати, в Песах, чтобы вы знали. События, когда Эстер идет в три дня поститься, это Леля Седер и так далее. То есть это мамаш хора мой, поститься в сам Песах. Но мы делаем это перед. Это не пост о каких-то трагических вещах, которые произошли. Это пост именно память. Я не хочу им заниматься сильно, потому что законы поста у него легкие. Я советую, у меня есть где-то урок, по-моему, по легким постам. Я не помню. Стоит знать, что он очень легкий, поэтому кто-то нехорошо чувствует, может не соблюдать этот пост. И его даже не надо восполнять, потому что он не связан с… Он не часть постов о разрушении, где нужно, да, восполнять, если ты нехорошо себя чувствуешь. Беременные, кормящие и так далее, роженицы освобождены от этого поста. И все, кто себя нехорошо чувствует. Все остальные должны поститься. Тоф. Это то, что называется постом СТР. Причем, нужно знать, что пост СТР продолжается до чтения Мигелы. Поэтому, кто собирается пить вечером, поешьте, прежде чем вы собираетесь пить. А нужно ли пить вечером, мы сейчас разберемся. И вообще, нужно ли пить, это уже законы Пурима. Итак, переходим к законам Пурима. Что у нас в Пуриме есть? У нас в Пуриме есть четыре буквы Мем. Мигела, чтение Мигелы. Миште, Миште – это пир, трапеза. Мишло, Ахманот, то есть подарки друг другу. И Матанот Левенюм – подарки бед. Это четыре заповеди Пурима. Мигела, самое важное в Мигеле слушать, то есть она является, Мигела, то есть чтение свитка СТР является ничем иным, как распространением чуда. Поэтому мы должны слушать его внимательно. Очень важно слушать свиток в месте, где читают его из настоящего свитка. Правда, бедеава, то есть постфактум, когда нет другого выхода, можно эстанаха прочитать и тоже исполнить заповедь. Только благословения не говорят. Кстати, свиток можно читать на любом языке, главное, чтобы понятно было. А на еврей, если читают, то исполняется заповедь, даже если ты ни слова не понимаешь. То есть еврей – это единственный язык, что можно исполнить заповедь, даже не понимая написанного. Окей? Ну, я думаю, что все знают, как весь рассказ СТР и так далее. Кстати, у нас в Патахтикве будет чтение свитка СТР в зале Шарет и так далее. Я там достал презентацию, тут вот Мацегин, которая показывает сам текст на иврите с переводом на русский. Очень прикольно. Так что все, кто в Патахтикве или даже не в Патахтикве, но может приехать в Патахтикву, добро пожаловать. В 7.30 мы начнем читать в Пурим. В среду в эту в зале Шарет, Хайм, Озер, 25. Окей. Теперь, это чтение свитка утром и вечером, то есть вечером и утром обязывают мужчин, женщин, всех. Кстати, детей не обязывают, тем более очень маленькие, то есть не стоит, чтобы они мешали чтению свитка. Причем, кстати, вот это вот бить Амана – это вообще очень поздний обычай. Он связан вообще с уничтожением Амана, и многие алхитические тропеды были дико против этого обычая, по причине того, что он мешает исполнению западника, потому что можно сбиться и прослушать слова, а прослушивать, то есть пропустить слова из Медилы нельзя. По этой причине нужно Амана бить, но, скажем так, умеренно. Есть эти обычаи, которые делают, бьют только первого Амана и последнего, и больше Амана не бьют вообще. Окей? То есть не каждые 5 секунд. Иногда это даже не подходит. Весь смысл – это выразить, скажем так, свое пренебрежение к Аману, то есть упоминание его. Иногда имя Амана упоминается вообще не в той связи, которая должна вызывать вот этот свист и крик, и получается еще бред какой-то. Короче, нужно с умом из расслабления, самое главное в Медиле – слышать каждое слово, иначе, если пропусти кусок, придется все с самого начала. Поэтому внимательно слушаем, внимательно следим и исполняем заповедь Медилы. Теперь переходим и вечером, и утром, причем для женщин тоже. Кстати, женщина может читать Медилу. Женщина имеет право читать Медилу, нет запрета, чтобы женщина читать Медилу. Она обязана тоже, поэтому она даже мужчин может вынести. Правда, там есть спор небольшой, как она выставляет, то есть причем обязанность женщин, обязанность мужчин. Мы в это заходить не будем, но, в принципе, женщина, допустим, женщинам тоже может читать Медилу, и все это нормально. Окей, давайте перейдем на Миште. Миште – это у нас пир на весь мир. Что у нас составляет пир? Это, по идее, трапеза и питье. Начнем с трапезы, потом с питьем разберемся. У нас в трактате Медила говорит следующее. Сказал Рава, саудат Пурим, который ел ночью, не исполнил заповедь. Почему? Сказано, я мэй миште в эсимхах тиф. То есть, когда написано, то есть, дни пира и радости. То есть, должны быть дни, но не ночью. То есть, Гмаранам говорит, прократив Медила, что Рава говорит, что человек, который делает пир ночью, то есть, в ночь Пурима, он ничего не исполнил, никакой заповедь не сделал. Поэтому, кстати, пир, это выпивка тоже за пиром будет. Поэтому тот, кто напивается вечером, вообще никакой трапезы не исполняет. Он в нулевую работает. А сиболь, особенно плохо, если он выпил вечером, а утром он уже не может. То он пил, это называется простая пьянка, и никакой связи с заповедем вообще не существует. Кстати, стоит знать, вечером напиться – это простая пьянка, это не заповедь. И, в принципе, это выходит. Здесь Гмара рассказывает, что Рав Аши пришел к Рав Кагана и увидел, что народ не пришел на учебу в Пурим. И он задал вопрос, а что за такая интересная ситуация, где все, почему не учимся? Он ему говорит, а трапезу Пуримную делают пир, а что они вчера вечером не могли сделать, почему утром не пришли в битмитраж? Он ответил, а разве ты не слышал, что сказал Рава, что трапеза Пурим, которую съел ночью, то есть, делал пиру ночью, не исполнил заповедь. Вот, и как бы это закон, то есть, да, Пуримный пир должен быть днем, не вечером. Теперь. Правда, Мордохей приводит от имени Рав Я, и он говорит, очень интересную вещь, он говорит, что есть, то есть, сказано про Пурим, Ямим Элю Нискарим Винаасим, то есть, да, эти дни помнят и делают, то есть, да, и это похоже на что на Шаббат, а в Шаббат нас есть, как у нас Шаббат, есть Шамор Визахор, то есть, да, то есть, нужно помнить день субботний и делать день субботний, то есть, да, соблюдать. Таким образом, есть связь, и как в Шаббат есть вечером трапеза, так же есть и утром, то же самое и в Пурим. То есть, в принципе, Рав Я говорит одно, он говорит, сама заповедь пира, по мнению Рав Я, который приводит Мордохей, она действительно днем, а вечером нужно делать небольшое веселье, то есть, да, симхакца, то есть, да, так и пишет Аллаху Рама, То есть, есть заповедь, то есть, делать трапезу в Пурим, но исполняя заповеди в одном пиру, и пишет Рамата, он приводит ответ Магари Брина, то есть, да, что, в принципе, и вечером нужно немного радоваться, то есть, в принципе, и вечером нужно сделать трапезу, то есть, немного радоваться, нет, пир, пир – это днем, но немного радоваться, и нужно и вечером, то есть, можно выпить 100 грамм и вечером, можно выпить 100 грамм и вечером, и можно, то есть, нужно сделать какую-то трапезу в вечер. Теперь, и на аллахунисты приводят, как мы сказали, Шуханрук приводит, кстати, только в Рава, то есть, вечер это нам мало интересует, днем исполнение заповеди – это днем. Поэтому, с другой стороны, то есть, да, Раман написал, что вечером, что нужно сказать. Теперь, есть еще один очень интересный момент. Есть большой спор между аллахистическим авторитетом, исполняется ли заповедь пира, если ее сделали, то, что называется, до полудня, до обеда. Есть мнение, что говорят, что если ты сделал трапезу до полудня в Пурим, то никакой заповеди ты не исполнишь. По этой причине нужно стараться, кстати, когда Пурим выпадает на пятницу, вот, допустим, как в этот раз в Иерусалиме, и те, кто празднует 15-е, то есть, Шушан Пурим, у них проблема. Они не могут есть слишком после обеда, у них шаббат висит сверху, и нужно еще для шаббата оставить. У нас эти проблемы бывают, как было в прошлом году, когда был тройной Пурим, это сумасшедший Пурим. В этом году у всех проблем нет. Там есть место, то есть, можно начать раньше и так далее, полагая с аналогичными мнениями, что и можно раньше полудня начать пир. В любом случае, в нормальный Пурим, как и у нас в этом году, выходит во всех местах, в которых не празднуют Шушан Пурим, мы делаем трапезу, лучше всего это после полудня, причем очень важно, очень желательно помолиться Минху до начала трапезы. Почему? Потому что народ выпивает, закусывает и так далее. Иногда он находится не в нормальном состоянии для того, чтобы потом отмолиться Минху. Поэтому нужно, как говорится, отмолиться Минху и потом уже переходить в трапезу. Окей, теперь вопрос следующий. А нужно ли на эту трапезу хлеб ей кушать или не надо? У нас есть вообще определение Сауда. Мы читаем у Лота, то есть так приводит Аруха Шурка, про Лота сказано, То есть когда ангелы пришли в дом Лота, сказано, что он их ввел в дом, то есть сделаем пир, что он сделал им пир, у мацот афаву йохел, и испек мацот, и они их ели. То есть получается миште, то есть пир, который он сделал ангелам, он сделал им хлеб, хлеба мацот. Почему сделал мацот? Потому что до Песах был. Ну это отдельная тема. Но явно то есть видно, и так из этого учит, допустим, что действительно, Аруха Шуркхан из этого учит, что трапеза, пир без хлеба это не пир, нужен хлеб. Также Тослот приводит, из Тослот в трактате Проход выходит, там он говорит по поводу мучных изделий, которые, то есть мацопата бабы Кеснин, которые они изначально не хлеб, допустим, хлеб сделан на молочных, допустим, на молоке, то есть не на молоке, на молоке хлеб, проблема другая, кашрутная. Он сделан, допустим, на сок вместо воды, использовали и так далее. И это называется пата баба Кеснин, или, допустим, туда вмешали какие-то еще гердеты в Сеста, или сделан определенный способ. То есть нужно посмотреть на это бемезунот. Но если устанавливаешь на это трапезу, нужно говорить гамоци и, естественно, биркатамозу. Так вот, когда это объясняет Тос, вот он говорит, когда установил трапезу, на это мучные изделия, как в Пурим, то тогда нужно меваре хамоци, тогда присылать хамоци. То есть Тос вот приводит, как пример трапезы, когда говорят хамоци, Пурим. Таким образом, выходит, что нужно делать трапезу. Рамбам пишет следующими словами, кийцат хуват сауда, зошью хал басар, в ятекен сауда на аки, фи ашер кинца яду. То есть, да. Из этого выходит, что как обязанность трапезы в Пурим, чтобы ел мясо и сделает хорошую трапезу, то есть как обычно принята трапеза. То есть, а трапеза у нас обычно как? Принята с хлебом. Поэтому учат многие израамбам, что должно быть с хлебом. Но Маген Авраам приводит следующее. Не всего подобного. Маген Авраам доказывает из законов Беркат Амазона. В законах Беркат Амазона он говорит, что мы учим от имени Тосфа, то есть, да, что человек, который забыл сказать Беркат Амазон в Пурим аль-ганисим, то есть забыл ставить ставку на Пурим в Беркат Амазон. Что происходит? Нужно ли ему возвращаться? Дело в том, что есть закон, который говорит, что если человек забыл упомянуть время в Беркат Амазоне, нужно читать Беркат Амазон в самом начале. Допустим, человек, который в Шаббат забыл ставить ставку на Шаббат, он должен возвращаться и говорить снова Беркат Амазон в самом начале. Или человек, который забыл на праздник и так далее. Теперь, по поводу Пурима. Забыл ставить ставку на Пурим, не упомянул время, он говорит, что выходит из Тосфа и так далее, Он говорит, что в Пурим не надо возвращаться. Почему? Потому что изначально в Пурим нет обязанности есть хлеб. И он мог вообще без троих, есть другие вещи, и вообще не дойти до Берката Амазона. Таким образом, если он мог сделать так, чтобы у него Берката Амазона не было, он не должен возвращаться. То же самое в Рош-Кодыш. Человек, который забыл ставку в Рош-Кодыш, он не возвращается, говорит, Берката Амазон. Почему? Потому что в Рош-Кодыш нет обязанности делать трапезу с хлебом. И так нет обязанности делать трапезу с хлебом, кто? И Беркат Амазон могло бы не быть, поэтому не возвращаемся. В отличие от Шабата и Праздника. То есть из Магина Авраама выходит, что в Пурим нет обязанности есть хлеб. Уже есть другие вещи на Галаху. А Роха Шульхан пишет, что надо есть с хлебом. Рав Вознур в Шевет-Алеве приводит Магина Авраама. И в конце концов приводит другие мнения. Пишет, что стоит есть хлеб. Рав Вознур в Шевет-Алеве пишет, что по закону не нужен хлеб в Пурим, но стоит очень изначально, скажем так, идти за мнением большинства и таки хлеб кушать. Окей, у кого есть проблемы, может не кушать. То есть выходит из этого, в принципе, у нас есть спор между логическим авторитетом. То есть подытожим. Из этого спора выходит следующее, что по большей части мнения логических авторитетов хлеб таки да, нужен. То есть да, нужен хлеб на Пуримной трапезе, но есть на кого положиться, чтобы хлеб не есть на этой трапезе. Теперь по поводу мяса. Нужно ли есть мясо? Есть очень интересный момент по поводу мяса. Урхот Хаим в законах Пурима пишет очень интересную вещь. По поводу человека, который онан. Что такое онан? Это человек, у которого умер кто-то. И он находится сейчас в состоянии между смертью близкого, на которой у него обязанность быть в трауре на него, и между его погребением. Этот период называется анинут. В этот период есть несколько законов, и один из законов – запрет есть мясо и пить вино. Так вот, он пишет человеку, если это выпадает в Пурим. И он говорит, что человек в этом случае, который находится в состоянии анинута, можно ему есть мясо и пить вино. Почему? Говорит. Он говорит, что не было такого, что повелительная заповедь. То есть быть в трауре, которая возложена на одиночку, оттолкнет положительную заповедь всей общины народа Израиля. То есть обязанность из сторы, кстати. Обязанность из сторы – это очень громко сказано. Пурим вообще не из стор. Но он пишет, но это тоже отдельная тема, разбирать не буду. Оставим то есть в покое. Тут есть о чем поговорить. Но он говорит, что это трапеза, которая обязана весь народ, то есть заповедь, которая обязана весь народ Израиля. То есть есть трапезу, отталкивает его личную заповедь быть в траву. Из этого выходит, что по мнению Рхот Хаим, что это обязанность из радости, обязывает его, то есть дает ему право, несмотря на то, что он находится в состоянии такого, есть мясо и пить вино. Из этого выходит, что есть мясо и пить вино. В Пурим это заповедь. То есть трапеза должна быть мясо. Так это выходит. Так, кстати, пишет Шухана Рух. Есть миша умерши унан мутар ва басар ва ягод из законов. То есть Пурим он приводит, что человек, который находится, ему разрешено пить и есть вино, мясо и пить вино. И приводит это же объяснение. То есть в принципе, что так же выходит, что есть обязанность. И снова приходит наш Магин Аврам и говорит, ребята, стойте. Обязанность радости. Есть обязанность радости. То, что Симхаля басар ва ягод. То есть нет радости, но в мясе и в вине все замечательно. Это во времена храма. То есть обязанность радости есть. Есть заповедь радоваться в Пурим. Но то, что выражение радости это мясо и вино, это только во времена храма. Когда храма нет, только нет обязанности с мясом и вином. В принципе, нет никакой обязанности есть мясо на этой трапезе. Можно есть что-то другое. Кстати, если мы откроем Мишна Абрура. Мишна Абрура идет, соглашается с Магин Аврамом. Что действительно обязанность басар ва ягод, то есть мясо и вина, как определение радости, это времена храма. То есть это связано с вахим, то есть курбан, то есть шламим, то есть те мирные жертвы, которые проносились, которые человек ел, это радость. Или курбан хагига, то есть праздничная жертва, так называемая, и возлияние вина, но как бы это не связано с нашим временем. Поэтому, кстати, праздники стоит знать. У Ашкина Сефарда Шхана Руф установил по-простому, что нету радости, но в мясе и вине, поэтому Сефарда обязанность. Мясо – это не птица. Мясо – это мясо. Птица мясом не является по определению в этом случае. Когда мы говорим мясо, мы не имеем в виду курицу, индюшатину и так далее. Мы имеем в виду мясо животного. Это называется мясом в Галахе. Таким образом, Сефарда действительно говорит, что в праздник есть обязанность радости. Это обязанность у всех, не Шхана Руф говорит, это обязанность, а праздник. И радость должна быть выражаться мясом и вином. Ашкиназы говорят, что это во время храма. Таким образом, ашкиназы спокойно в празднике едят и курочку. Они обязательно едят мясо каждый день. Сефарда, то есть Махпедим, каждый божий день должно быть мясо и вина. Ашкиназы с этим более ладжи. В любом случае, Мишнабура выходит. Кстати, Аруха Шурхан отвечает на вопрос Амагена Врама, который он приведет, и говорит, что действительно в наше время надо делать на мясо трапезу в курин. Вечером, то есть то, что Роман написал, нужно немного радоваться. Действительно не обязан делать на мясо. А днем надо на мясо. Деврей Ацив написал тоже, что стоит мясо использовать в курин и так далее. Короче, выходит так. У сефардов нету никаких шансов. У них мясо обязательно, и никуда ты не денешься от этого мяса. У Ашкиназов есть место лавирования. У Ашкиназов можно облегчить, у кого проблема с мясом и так далее, можно на другие вещи поменять. Но изначально все-таки, потому что нет обязанностей есть мясо, но все-таки, если базируется на Аруха Шурхан и так далее, все-таки стоит в этот день делать мясную трапезу. Причем на мясо настоящее, а не на птиц. Кстати, у многих община, точнее у немецких евреев, а потом это распространилось на другие, есть обычаи есть в курин пельменев. Или так их называют еще на идыше крэпалах. Почему? Потому что мясо, кстати, мясо, это там берется говядина, мясо спрятано в тесто, то есть как бы, чтобы чудо было скрытое. Кстати, чтобы вы знали, пельмени, которые русскими называются, они не русские по определению, потому что вообще немецкая еда изначально, которая пришла в Россию. И поэтому, не знаю, это называется крэпалах, поэтому обычай это изначально был у немецких евреев. Но сегодня, я знаю, что хабанники, по-моему, то же самое делают и так далее, если я не ошибаюсь. Так что есть такой вот обычай про пельмени. Теперь перейдем к самому важному для некоторых людей, самому радостному, которое люди любят, это выпить в курин. Поговорим немножко о выпивке в курин. Во-первых, давайте разберемся, откуда мы знаем, что вообще есть обязанность такая. Если мы откроем рамбом в законах ДО, то вообще в некоторых местах мы увидим, что иудаизм весьма негативно относится к алкоголю. То есть алкоголь нужно делать, то есть это часть служения, кедуш, жертвенник и так далее, но, скажем так, распивание алкогольных напитков в неограниченных размерах или, скажем так, больше, чем надо для поддержания алкоголихической обязанности, иудаизм к этому относится весьма-весьма негативно. Рамбом вообще тяжелые вещи пишут, и не только рамбом. Таким образом, откуда у нас вообще такое появилось в поле? И у нас, тут нужно разбираться, в принципе, на строктате Мигела Агмара говорит, «Амара ва махаеве иниш литсумбы пурай адделу ядабы нару раман леваруха маруфа». То есть, да, и обязан человек левисуми, кстати, левисуми – это лидбасем. Лидбасем – это имеется в виду быть выпившим, а не нажраться до свинячьего визма. Это в Гмаре не написано. Должен быть выпившим, то есть обязан сделать это в пуре, пока он не будет знать, разделить между правоклят Аман и благословенный Мордыхай. После этого Агмара нам рассказывает очень интересный рассказ про Рабу и Рабизаир. И она нам рассказывает, что они вместе сделали пурмную трапезу, выпили, и тут встал Раба и убил Рабизаир. Утро, на следующий день, пришли милосердия Всевышнего, и Рабизаира ожил. На следующий год пришел Раба к Рабизаире и предложил ему снова, давай, сделай пурмную трапезу. На что сказал Рабизаире, лоб и холь шата, вы шата, метрах и шниса. То есть не каждый час происходит чудо. То есть пурм не каждый день, короче, я с тобой больше не пью. И вот этот рассказ очень интересный. Гмара приводит рассказ, и при чем здесь он, почему этот рассказ приводит? Есть некоторые объяснения, которые говорят, что не то, что он его убил, а он его допоил до видения чертиков. И просто он потом приходил к себе, был убит, то есть выпив. В любом случае, о чем речь? Нужно ли напиваться? По идее, если мы откроем слова Тоско, то да, нужно выпить. Как бы быть пьяненьким. Приводят слова Иерусалимского Тормуда. Как же возле Измаири выходит, что это так. С другой стороны, немало туристических авторитетов сказали, что вот этот вот обязан человек напиться в пуре, это вообще не заповедь. Нет такой заповеди. Более того, наоборот, есть запрет. Я скажу, Рад от имени Рабейна Ифраин пишет следующие вещи. Как сказано в Гмаре, то есть обязан сказать благословен Мордыхай, проклят Аман, благословенный Эстер, проклят Азельш. В Эхервона Захур Литов. Помните, кто-то по Эхервонов. Это тот Евнух, который напомнил царю про дерево, на котором повесили потом Аман. Напомнил ему про дерево, чтобы он Аман сделал дерево. Мордыхай, который, когда Мордыхай хорошая дерево, на царях. Вимихайм лепсума на диле, яда, маи киама. То есть я обязан напиться, пока они будут различать, что имеется в виду. Гатал Рабейну Ифраин, написал Рабейну Ифраин. Из того рассказа, что Раба встал и убил Рабейну Ифра. Гмара пытается кидеть оба Гмара, то есть как написано по Гмаре. То есть Итхи, то есть Нитха. То есть отвергнуто это изречение Рабы, что нужно напиняться и плохо так делать. То есть что говорит Рабейну Ифраин, который приводит Рабейну Ифраин? Он привел Раба закон, что нужно быть пьяным, опьянять. Гмара приводит рассказ, называется Маасэлис Стоун. То есть рассказ, который аннулирует Галаху. И это доказывает того, что нет такой Галахи. То есть это неправильно. И тот, кто напивается в пури, ничего хорошего не делает. Нет такой Галахи. Это плохо. Так Рабейну Ифраин, Рухот Хаин пишет еще более страшные вещи. Он говорит, «Хаеви инишли псуми должен человек выпить в лоши иштакел, но нельзя напиваться». Пишет Рухот Хаин, «ки шихрут и сургамур, ибо быть в пьяном состоянии – это абсолютный запрет». «Ве эльхаабирак дулами зо». У тебя нет большего греха, чем этот, то есть напиться. Ибо это приводит к прелюбодеянию, к кровопролитию и еще некоторым запретам, нарушению некоторых запретов, кроме них. Просто выпить чуть больше, чем обычно он привык, чуть-чуть. То есть в принципе выпить чуть-чуть, не более того. А об этом идет речь, как пишет Рухот Хаин. Если мы откроем Рамбома, Рамбома, подождите, то есть на Рамбома ответит на вопрос, который у нас… Ну подождите. То есть ладно, то есть Рабейну Фаин говорит, что мы отталкиваем. Допустим, Рухот Хаин не отталкивает обязательства, то есть он не говорит, что обязательства, то есть обязан человек выпить в пуре, он не говорит, что нет такого закона. Он говорит, что нельзя напиваться. Но выпить-то надо. А как же, то есть и Тосфут вроде говорят так, а как же Адделояда, как же пока не будет различать между проклятым Аманом, Бласвеном и Мордехайом. Это как? На это у нас есть ответ из Рамбома. Допустим, один из ответов о Рамбома. О Рамбома в законах Мигела, то есть Курево пишет там. Он приводит среднее такое мнение. То есть как это обязательство трапезы этого пира. То есть чтобы он ел мясо и сделал трапезу, насколько его рука может… То есть трапезы должен быть такой насыщенный. То есть, да, вот как знаете, в Советском Союзе люди в Новому году готовили там всякие салаты и так далее. То есть, да, берегли сокровенные деликатесы. Вот такой вот пуринский пир. Насколько ты можешь? Ващуты яйн и пьет вино, а чищта хэр вейродым. То есть пьет вино, пока не заснет. То есть из Рамбома выходит, ты не обязан дойти до свинячих, то есть свизга. Потому что человек, честно говоря, очень долго не перепутает. То есть для того, чтобы действительно начать уже путать, то человек уже может почти дойти до алкогольного отравления. Кстати, многие до этого доходят. Пурин превращается в праздник мерзости и, извините меня за выражение, блевотек. Вот. Ничего веселого в этом нет. Имеется в виду, что человек идет спать. И дело в том, что когда человек спит, он не разделяет. Он не может между Болосовен Мурдыхай и Проклят Аман. Когда я сплю, я ничего не разделяю. Шурхана Рух на Аллаху по-простому переписывают, написанное в Гмаре просто теми же словами. Рама добавляет и говорит. Есть те, кто говорят, что не нужно так напиваться. А выпьет немного больше, чем обычно он привык и пойдет спать. Умиток, что ешен, иной юдей, а бы нару хаман, ли барух Мурдыхай. Из того, что когда он спит, он не различает между Болосовен Мурдыхай и Проклят Аман. И один чуть больше, и один чуть меньше. Потому что люди по разным организмам. Главное, чтобы это было во имя небес. Все. Это то, что говорит Рама. И Мишнабуран написал. Шика храулингов. Так нужно делать. Это правильный обычай. То есть не нажираться, как свинья. А именно выпить больше, чем ты привык чуть-чуть. И идти спать. Допустим, я в Пурин всегда после Пуринной трапезы иду поспать часов. Специально. Для того, чтобы выполнить эту запрещу. Так как я много не пью, поэтому пару бокалов вина вполне закрывает у меня эту систему Пуринной трапезы. Кстати, даже те, которые установили на Галаху, что нужно действительно пить, пока не различаешь. У нас есть ограничения. Допустим, Марша пишет. Имеется в виду, что нужно до, не включительно. То бишь, это нужно не дойти до этой стадии. То есть до этой стадии. Раньше нужно остановиться. Так выходит из Марша. И Школь, Вилхот Пурин вообще говорит, что была есть такая вот целая песня такая, в которой было Брухмардухай, Аруразеры, то есть Арураман, Брухайстер, Аруразеры. Там куча, целый список. Вот когда человек в этом пизмоне начинает путаться, уже все. Причем, скажу, когда я видел этот пизмон, то есть эту песню, ты начинаешь путаться, не выпив ничего. Поэтому там очень быстро приходит. Снова Рамбам говорит, пока не заснет. Кстати, Мэире пишет, что когда человек не может вычислить гематрию в голове, Брухмардухай, Аруразеры, все, приехали. И так далее. Короче, мы видим, что куда бы мы ни смотрели, нет обязанности пить до свинячьего визга и до рвота и так далее. Никто этого не разрешает. Никто, даже те, которые говорят, что человек должен напиться, не пишут, что так нужно себя вести. Более того, многие говорят, что это вообще запреты, проблемы и так далее. Поэтому самое, я думаю, нормальное явление – пить чуть больше, чем привык, чтобы быть так навеселее и потом пойти спать. Все. Это самое правильное. Окей. Теперь с пиром разобрались. Мегилу уже разобрались, с пиром разобрались. Идем к следующему. Подарки бедным. У нас говорит Гмара. Бейтани рабь-йосе, рабь-йосе, в мишнох манот ишли ревуштей манот ишлиха. То есть мы два подарка, два вида подарка одному человеку. Это минимум. Программа минимум. То есть человек выполняет заповедь, когда он одному человеку дает два вида подарков. Что в этих подарках должно быть? Кстати, понятно, что Рамбан написал. То есть чем больше ты посылаешь, тем лучше. Почему? Понятно почему. Потому что Аман сказал, есть один народ, который раздроблен и так далее. Когда мы посылаем, показываем, что мы дружественны, что мы друг с другом и так далее. Теперь, есть спор по поводу зачем. То есть зачем присылаются эти подарки. Турмат Адешин говорит, что смысл в этом позаботиться, чтобы у каждого еврея была тракеза. Таким образом, если это смысл, то тогда нужно послать именно снедобные вещи. С другой стороны, мотнот леви. Мотнот леви – это Рабишлому Эль-Кабац, тот, кто написал Лихадуди. Один из аллергических авторитетов. И Макубалим Цфатер. И Рабишлому Эль-Кабац пишет мне. Важность здесь именно проявления дружеских отношений и так далее. И порадовать человека. Таким образом, я могу ему принести что-то, что не является едой, но его очень обрадует и увеличит радость и дружбу между нами. Рабишлому Эль-Кабац. Еда не дошла. То есть трапезу он не сделал с твоей еды. То есть не было потенциальной трапезы никак. Но свое, скажем так, хорошее расположение ты выразил, этого достаточно. Мишнабура приводит в мнение Хатам Суфера, Приходаш и других, что мы не знаем, какое точное правильное решение. Поэтому мы должны устражать в две стороны. То есть мы должны позаботиться, чтобы именение Трумата Дэшин исполняло, что это должна быть еда и впурим и так далее. И с другой стороны, чтобы это увеличивало, скажем так, дружбу и радость между евреями. Из этого выходит несколько важных аспектов, связанных с мишлоохманотостью подарков. Во-первых, послать подарок с едой безымянный. По Трумата Дэшин заповедь исполнилась, по Матнот Леви никакой заповеди вы не исполнили, если вы послали безымянный. Почему? Потому что еда-то дошла. Но от кого-то пришло, то есть увеличить, скажем так, дружбу и единство не пришло, потому что неизвестно с кем. Теперь, поставить, допустим, мишлоохманот перед дверью человека так, что ты знаешь, что в Пурим он это не возьмёт. По Трумата Дэшин точно никакой заповеди не было исполнено. По Матнот Леви под вопросом. Но если он придёт в Пурим и возьмёт, и он знает от кого это, то есть будет написано, то всё исполнилось. Теперь, иногда ты хотел привезти к кому-то мишлоохманот, нету дома самого твоего, скажем так, человека, которому ты хочешь передать, ты можешь передать домочадцам, или позвонить ему, сказать, что я тебе мишлоохманот дал. Потому что по Трумата Дэшин это исполнил заповедь, но по Матнот Леви, Рабишлоохманот Кабац, нет. Если ты, правда, попросишь сказать, чтобы сказали его домочадцам, что это от тебя, или ты написал, что от тебя, или ты позвонишь, сообщишь ему об этом. Теперь, по поводу послать не еду, то есть что-то, что не является едой. Если послать что-то, что не является едой, если по мнению Трумата Дэшин вы заповедь не исполняете, по мнению Матнот Леви, что если это что-то, что радует твоего ближнего, конечно, заповедь не исполняется. Допустим, если я человеку пошлю, не знаю, там, Мерседес, то есть, да, в подарок, вместо булочки с колой. Понятно, он его обрадует, но с точки зрения Трумата Дэшин, что ты все заповедь не выполнил. По мнению Матнот Леви, Рабишлоохманот Кабац, ты выполнил, выполнил, ты еду рад. Поэтому, если ты положил два вида еды, значит, что такое два вида еды? Два вида еды, это может быть даже два вида выпечки, это может быть два разных вида питья. То есть, если кто-то придумали заморочки, что должно быть разное благословение, нет такой галактики, нет такой обязанности. Главное, что это не один и тот же. Допустим, если положите два узангамана, это не два вида еды. Правда, самый шикарный подарок, который получил Трумата Мишлоохманот, был просто шикарный. К нам пришли друзья, он принес, как Мишлоохманот, кастрюльку с мясом и бутылку вина. О, вот это самый настоящий Мишлоохманот. Самый такой, значит, правильный. Под трапезу. Окей. В любом случае, если вы посылаете два у вас вида уже чего-то еды есть, и вы докладываете еще какой-то, не знаю, презент несъедобный, то это будет Седр Гамор, выходите по всем заповедям. Есть еще, но в принципе вы должны запомнить, вам должно быть, это должно до человека дойти в курин, это должно быть съедобно, и это должно быть понятно от кого. Все, это самая главная вещь. Теперь следующая вещь, которая одна из самых важных заповедей, кстати, больше, чем Мишлоохманот, это Маконот Левьюнин, подарки бедных. Кстати, нужно стоит знать, что Рамбом написал, что в подарки бедных нужно вкладываться больше, чем в Мишлоохманот. И это, кстати, одна из вещей, которая меня поражает. Люди идут, покупают Мишлоохманот за бешеные деньги, иногда за сотни шекелей, такие корзины шикарные и так далее. Но когда они идут делать Маконот Левьюнин, они спрашивают, сколько минимум надо отдавать, и дают этот минимум. Где логика? Рамбом пишет, что нужно больше вкладывать денег Мишлоохманот в Маконот Левьюнин, подарки бедные, чем Мишлоохманот. Гмара говорит, что Маконот Левьюнин, что имманот, лишнейбнэ адам. То есть два подарка двум людям. Гмара объясняет, это ставит на Галху, так и установлено на Галху Шурхану. Теперь, сколько нужно дать бедному? Мишна бра, нигде это не написано. Мишна бра может дать еду бедному или деньги. Теперь, если он дает деньгами, сколько это? Он приводит ритва, что ритва говорит, что достаточно две пруты, то есть две минимальных монеты, то есть две минимальных номиналов. Это около десяти огород сегодня. По-настоящему, то есть по идее этого достаточно для того, чтобы исполнить заповеди. Правда, Шарей Чува пишет очень, скажем так, что это быть не может, неправильно. Почему? Нужно дать то, что называется кедэйма тана меуля. То есть нужно дать подарок, который является, от него польза может быть. То есть в принципе, чтобы человек, бедняк, мог себе купить минимальную трапезу. Иначе что ты сделал? И он приводит сам. То есть нет больше радости, чем радовать сердце бедняков, сирот, вдов и геров. То есть гера обычно тоже ничего нет. Вы думали, шхина, то есть шенеймали, хьет рог, шефили, башили. То есть тогда он похож на шхину и так далее. То есть получается, изменения Шарей Чува пруты недостаточно. Нужно дать бедняку так, чтобы он смог делать трапезу. Как минимум. Чем больше, тем лучше. Есть аллахистские авторитеты, которые поддержали Шарей Чува, Бенешхай, Аххамбран Сефарда, но неважно. В этом случае Ашкеназов тоже можно подключить. Которые сказали, что нужно давать серьезно. Что такое серьезно? Нужно дать как минимум подарок, которые можно сделать, скажем так. Они приводят, интересно, что нужно дать, чтобы у него было вино и хлеб. Как бы минимум для трапезы. То есть такие вот суммы, я не знаю, дать ему денег, одному бедному, каждому из бедных нужно столько же дать, дать ему, не знаю, чтобы он мог купить себе шварму, не знаю, в пите и баночку колу. То есть уже какая-то трапеза. Что-то в этом роде. Правда, Цицелезер говорит, что человек, которому тяжело экономически это, то им коль оковорли Шарей Чува, ритва никуда не ушел. То есть может дать две пруты. То есть человек, который беден, у которого нет возможности дать самому столько подарки, то есть бедным, то он может дать по минимуму, сколько может. Главное, чтобы это дошло, кстати, подарки даются так, чтобы они пришли в этот же день. Причем подарки, они раньше Мишлофману, то есть подарки бедным дают а-ля бокер, то есть с утра. То есть обычно сразу после молитвы. В принципе, можно начать давать, начиная с 11, то есть можно давать уже с 11 адара, если невозможно. То есть потом. Но нужно просить, чтобы это давалось в тот же день. Но с 11 адара, то есть другая проблема, уже можно. С сегодняшнего дня уже можно давать. Но лучше, самое лучшее, это в самом деле. Есть некоторые, которые делают так. Они делают два больших подарка, то есть двум бедным, то есть вот заранее дают, что в тот же день дали. И на всякий случай держат еще мелкие деньги, когда кто-то приходит и дают потихонечку еще, 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 то есть в течение дня. Кстати, кому дают? У нас русалимский талмуд говорит, когда приходят в Пурим, то есть в каждую протягивающую руку дают им. Так отказано, то есть это в Пурим. Вообще Галаха требует проверять бедникан и бедноту, но в Пурим это это вот дело. Из опыта сразу вам говорю, здесь куча, куча, куча обманщиков и людей, которых у них денег больше, чем у вас. И стоит быть очень аккуратными, то есть есть те, которые вообще приходят по несколько раз, делая вид, надеясь на то, что не обратят внимание, что они уже пару раз были. По этой причине, снова, лучше позаботиться заранее и так далее, дать верные руки, то есть те, которые дают действительно настоящим беднякам, а для вот таких вот, там положить, не знаю, 30 шекелей по шекелю и по те шекели делятся, вот, и с этим разобраться. Окей? Кстати, Галаха говорит, что нельзя давать до Пурим. Имама Гена Абрама говорит, что нельзя давать до Пурима, почему? Потому что есть опасность, что они это съедят до Пурима, бедняки, поэтому нужно давать в Пурим. Правда, Бюра Аллаха говорит, что... То есть, что есть обычай давать заранее, главное, чтобы передали в Пурим. В Деврея Цивом приводят, что можно с 11-го Адара начинать давать, то есть, когда уже... Почему с 11-го Адара? Потому что 11-го Адара в самое раннее время, когда по Гмаре, по Мишне, как описывается, можно было уже читать Мигилу. Вот, поэтому, а бедняки, они смотрят на выдавание подарков, на когда читают Мигилу. Они знают, что читают Мигилу, значит, будут подарки думать, и они выходят. В любом случае, в наше время так не читают, лучше всего это в Пурим, и Мишна Бурат пишет, «Убединатей, он уагимлет, но бы шахарит, подым криятом Мигилу». То есть, обычай давать подарки бедным еще до чтения Мигилы утром. Обычно никто не просыпается, все глаза продирают, идут читать Мигилу на молитву утром, поэтому никого не встречают. Но, в принципе, сразу выходя, уже начинают раздавать, не зря бедняки уже начинают подходить к концу молитвы и просить. Вот, есть еще один вопрос по поводу Бадака Бедны. Человек находится в Пурим месте, ну нет у него бедности, ну нет кому давать. Что ему делать? В этом случае Шурхана Рух пишет так, «Бы маком шин аним я холля а те в моот Пурим, чиролля ацму нут нам бы маком ширце». То есть, в принципе, он может задержать деньги у себя, если у него нет вообще бедняков, и дать их потом после Пурима, когда сможет, когда захочет. То есть, если встретите, давайте эти деньги. Смотрите, мы попытались быстро обхватить все законы Пурима и пред Пурима глобально. Понятно, что и там, и там еще осталось много-много-много, что обсудить, много нюансов есть, но глобальные вещи мы выучили, так что к Пуриму, я думаю, мы готовы в этом аспекте. Снова повторю, жду вас у нас на Пуриме в Петрахтикве. Будет весело, надеюсь, что все будут здоровы, все будет хорошо. У нас будет и чтение Мигелы, а потом у нас будет праздничный концерт, причем на концерте будут и дети выступать, тоже не только певец. Взрослые, известные, так что будет хорошо. На этом я заканчиваю урок. Всех, кто слушает записи, я запись выключаю. Всего хорошего. Пурим с Амеах всем чудес, радости. Субтитры сделал DimaTorzok